Сегодня открываю новостные порталы, BBC, газета ROOL, лента, все прочие и прочие. И первой новостью, знаете, что идет? Не коронавирус, не войны, не госперевороты, идет одна вещь. Вы когда слышали про такую певицу Анжелику Агурбаш? Ну, я, честно говоря, слышал когда-то давно, ну, не знаю, то есть она, мне кажется, была вот в начале 2000-х, в конце 90-х, в Белоруссии, пела. Ну, про нее, честно говоря, давно никто не слышал, ну, чего? И вдруг все мировые смы про нее пишут. Знаете почему? Ей рекламу сделал картофельный батька Александр Агурборович Лукашенко. Он ее объявил в розыск и обвинил, знаете, в чем? Ну, это не трудно догадаться, в том, что она его оскорбила, и она разжигает ненависть социальную и межнациональную. Я удивился. Ну, ладно, я такой страшный карабахский сепаратист, был раз в жизни, два дня в Карабахе, стал страшным карабахским сепаратистом, а левоведом. Но при чем тут певица? Она-то что могла сделать? А оказывается, она несколько раз в интернете высказалась в адрес Александра Лукашенко, назвала его диктатором и поддержала демократические преобразования в Белоруссии. Ну, собственно, все. И белорусская генпрокуратура, ее, значит, теперь обвиняясь в страшных преступлениях, обратилась к Российской Федерации, она гражданка России, чтобы Россия экстрадировала ее, чтобы судить в Минске, и требует 12 лет тюремного заключения для девушки. Ну, охренеть просто, да? Взгляните сами. Пожалуйста, вот вам BBC, Риа Новости пишет об этом, Лента.ру, Московский комсомолец. Офигеть! То есть в мире больше никого, ничего не интересует, только вот эта тема. Вы посмотрите, какую рекламу картофельный фюрер сделал, ну, откровенно говоря, забытой певице. Я думаю, ей это надо использовать в своих интересах и для нового рывка в карьере. Но по личному опыту я считаю, что вот эта бредятина, она пойдет на пользу певице. Откровенно говоря, как бы пик ее популярности давно-давно-давно прошел. Ну, вот серьезно, вы вспомните про певицу Агурбаш. Я думаю, 99% даже никогда не слышали имени, а теперь про нее пишут все мировые СМИ. И называют певица Агурбаш. Ну, это примерно как Лапшин, карабахский сепаратист, да? Ну, ездил спокойно автостопом, путешествовал с рюкзаком и вдруг превратился в сепаратиста мирового значения. Причем я имею к Карабаху такое же отношение, как и певица Агурбаш имеет отношение к разжиганию чего-либо, либо к оскорблению. Это, кстати, показывает, что чем отличается диктатура от нормальной демократической страны. В нормальной демократической стране все решения принимаются коллегиально, исходя из глобальных интересов страны. А в диктатуре решения принимает один человек. Вот он проснулся, почесал яйца и решил, а ну-ка, заведу дело там на этого. То есть, где-то ему на глаза что-то попалось, совершенно спонтанно. Либо кто-то ему что-то сказал, либо он сам зашел там в интернет. Я не знаю, насколько Лукашенко владеет интернетом, ну там зашел, там что-то увидел. О-о-о! И даже не понимая, кто это, что это, какой смысл. Первое. Арестовывать! Затрочить! Посадить! Обженить! И все. Потом уже советники ему пытаются аккуратно намекнуть. Они же все его боятся, пытаются намекнуть. Александр Григорьевич, а может быть не стоит вообще бороться? Она сейчас нужна, кто это? Вообще, кто это и зачем нам все это нужно? А-а-а-а-а! Картошка, картошка тут не вызрела, да? Кстати, Эльхом Алисия ведет точно так же. Ну, откровенно говоря, ну кто такой Лапшин? Ну, что он серьезно верит, что я карабахский сепаратист? Ну, это просто ситуация абсолютно анекдотичная, но она вместе с тем и печальная. Смотрите, вся вина певицы заключается в том, что они справедливо называли Лукашенко диктатором, высказывалась там поддержкой мопротических перемен. Да, миллионы людей поддерживали белорусов в их борьбе за свободные выборы и воли изъявления, да? Ну, кто она вообще такая? Кстати, к счастью для певицы, Россия по Конституции не выдает собственных граждан. Белорусы этого не учли. А Интерпол эти безосновательные глупые обвинения не примет, потому что тут явное преследование по политическим убеждениям. Еще комизм этой ситуации заключается в том, что Азербайджан в 2018 году, то есть уже после моей истории с Карабахом, арестом, попыткой убийства, выдвинул против меня новые обвинения и точно те же статьи, как и сейчас Лукашенко выдвинул против певицы. То же самое, оскорбление президента Алиева, там Лукашенко, и разжигание социальной и междунациональной вражды. Один в один. То есть два брата-акробата, Алиев Джан и Лукашенко Капчан, даже статьи лепят одни и те же. То есть фантазии не хватает даже придумать что-нибудь другое. То есть на основании этих нелепых обвинений, Ильхам Бакинский, ну, в смысле Ильхам Алиев, а точнее его прокурор, неоднократно расставали шифрограммы. Это что такое шифрограммы? Это запрос, значит, по линии спецслужб на получение информации, либо задержание лица подозреваемого в совершении преступлений. Так эти долбодятлы рассылали запросы на мое задержание в 2018 и 2019 годах. Отправляли в Польшу, Литву, Латвию, в Израиль. Это только то, что мне известно. Это то, что мне сообщили, соответственно, в этих странах. Причем сообщили с таким удивлением. Это вообще что за хрень такая? Понятно, что во всех случаях Азербайджану было отказано в розыске. И им написали формальную отписку, что, ну, в общем, не соблюдены соответствующие нормы. Причем тут вообще преступление, уголовный кодекс, вообще о чем идет речь. А теперь, после разгромного поражения Азербайджанской республики в суде, по моей жалобе, где Азербайджан признан виновным в покушении на убийство, в пытках и незаконном аресте, им вообще лучше даже не тратить бумагу на рассылку вот этих вот всех запросов. Ну, правда, они могут заняться криминалом, ну, чем они, в общем, обычно занимаются. То есть, я не могу сказать, что о безопасности Алиев может послать убийц каких-нибудь. Но, тем не менее, лучше бумагу сэкономить и потратить ее, так сказать, по назначению, все эти прокурорские бумажки. Хотя они подмывают попу водой, им, в общем, это и не нужно. Так вот, они следят за моим фейсбуком. Если я напишу, например, что я нахожусь в Зимбабве, они туда отправят запрос. То есть, Азербайджан работает так, а вось сработает. А ну-ка, напишу я, пусть потренируются. Ребята, я сейчас нахожусь в Зимбабве в гостях у старика Мугабе. Я шучу, ребят. Мугабе умер пару лет назад, знаменитый диктатор Африки. И все же, я намного более опасный оскорбитель диктаторов, чем красавица-певица. Мне Авиев лепит еще третью статью. 278-я Уголовного кодекса Азербайджанской республики. Это насильственный захват власти, либо изменение конституционного строя в Азербайджане. Вот, ребят, вам смешно? Вот я, гражданин Израиля и России, был в Азербайджане один раз, как в Карабахе был один раз. Мне, извиняюсь, грубо скажу, срать на Азербайджан с высокой колокольной жидким кавом. И на Азербайджан, и на его руководство, на их конституцию. Но меня радует, что азербайджанцы прямо всерьез видят меня претендентом на роль президента Азербайджана. Я ли всерьез опасается моего авторитета и влияния? Ну, вы смеетесь, ребят? Ну, да, конечно, сами выдвигаются. Я тоже смеюсь, да? Но они же сами меня обвиняют в том, что я покушаюсь на их конституционный строй. То есть, они серьезно считают, что я могу стать главой Азербайджана. Ну, это бред. Это безумие. Но, в принципе, я не против. Когда я стану главой Азербайджана, я всерьез, как они меня обвиняют, приду и перепишу конституцию Азербайджана. Ребят, на этом я заканчиваю. Все. Пока-пока. Шалон Лейсраэль.